я вижу девчонок у нас есть но такие 27 28 даже тридцатник будет ну ну золото девкину золото просто но невозможно глаз не оторвать и такие хорошие и спрашиваешь а как вот там семья там детки там еще что-то они говорят вы знаете я сейчас там вся в учебе или я вот там сейчас надо еще какие-то дела сделать потом и и вот мне одна девушка сказала буквально вчера я задумался она говорит понимаете как михаил могут быть любые отмазки это она но вот если бы был рядом вот правильный человек вот тот самый человек все отмазки отваливаются и и создается семья и любовь и морковь и дети там и все такое вы как вот считаете согласно на сто процентов то есть и вот видно когда чувствуешь что правильный человек и все конечно но я как бы личная личная готовность тоже очень важно я думаю что если человек тебя смотивирует то ты подготовишься ну вот вы когда были допустим подростком вы видели себя как человек который рано замуж выходит или на сто процентов потому что я всегда хотела быть молодой мамой потому что моя мама для меня это лучшая подруга я всегда могу позвонить спросить совет она мне подскажет я могу рассказать обо всем и она никогда меня не осудит и всегда сделать так чтобы я не чувствовала себя какой-то виноватой с пониманием отца у меня тут была такая парочка значит мама и дочь дочери лет двадцать а маме может быть сорок два и вот причем обе как бы на маркете да то есть мысли девочка она такая свободная ищет кавалер а значит и мама тоже она как-то в разводе это же она так интересуется и иначе мама учит дочку в данном случае получилось так что я кавалер пришел выпивший все в америке происходит значит но и мама дочку на спит доченька она говорит ягод мать твоя у меня как по 3d это на неделю говорит а ты молодая 20-летняя значит с кем ты связалась там сказала что-то там пьяный проспится дурак никогда вот такого типа и вот я просто наблюдаю вот этот разговор как две подружки фактически они в похожей ситуации это это очень классно наблюдать вот как молодая мама и дочка и вот так ну вот я всегда хотела потому что действительно я горжусь своей мамой и она для меня пример она пример как рядом со мной а не как маму заберете в америку то или как ой я не знаю раньше хотела сейчас мне кажется мне уже нет такого особого желания личная жизнь наладилась работа есть мне кажется и в москве нравится она в москве сейчас так что мама делает мама тренер слушайте у вас какая-то потомственная такая у меня потомственная у меня выбора не было так и сестра ваша тоже хочет быть тренером да я хочу быть вы знаете персональным тренером и тренером в спорте это разные вещи вот сестра моя хочет быть тренером олимпийских чемпионов знаете вот так что ой тяжелая жизнь да а я хочу таких более земных людей тренировать ну хорошо вот ваш супруг вы его со школы знаете ли там да еще родители дружили а у него тоже спортсмена что ли вот а вы с ним такие разные такой интеллигентный вас мягкий да ну да он обычно молчит я говорю слушайте а он сказал знаете что он сказал что вы собираетесь делать блок больная тема собираюсь так расскажите знаете сколько собираюсь думала вот камеру куплю начну купила думала вот тему придумаю первую сниму сделаю направление какое я хочу в бьюти мне кажется америка вот рассказы об америке настолько заезженная тема что просто катастрофа вот и мне кажется вы уже все рассказали подождите а тут тоже такие девки отпадные вот что можно занять свою нишу можно можно но это тоже не тема такая знаете заброшенная да ну каждому есть что рассказать у каждого свой тип кожи своя структура волос у каждого свой стиль какие-то идеи я очень не понимаю а что вот допустим 20-летняя девочка который на самом деле не нужна ни косметика не ничего и не нужно она они все пользуются косметики чтобы быть как двадцатилетняя девочка а вы чего расскажите вот что вы что вы не согласны что двадцатилетней девушки не нужна косметика нет знаете надо с молоду готовиться я был шок как-то я в 18 лет пришла к косметологу на чистку она мне говорит ой ты знаешь у тебя уже первые следы морщин в уголках глаз уже пора антиэйдж применять я тогда такая думаю уже мне только 18 лет но еще 10 лет нет я считаю что нужно чуть-чуть подождать но можно следить за своими морщинками но 18 лет рано еще антиэйдж но тем не менее считаю что нужно подчеркивать свою красоту нельзя не ущипывать брови не красить глаза ничего не делать тогда и замуж выйдешь может а 8 к 40 вдруг когда поймешь это обязательно да первым делом нужно знать как как наложить на себя косметику нужно знать как ее снять и что это это очень а нельзя просто умыться ездить умыться я имею ввиду что правильно умыться знаете некоторые на ложе думают что косметику положу буду красивой а что вечером сделаю это неважно лягу спать сама оботрется в этом плане то есть не сама не оботрется ацетоном там навадку вот именно что нужно в правильном направлении двигаться а как же вот женщины ну вот ну как же вот они все девочки молоденькие красивенькие они там все тут подмажут там прибудрит там и так далее вот и надо учить этому они темные какие-то я могу сказать по своему опыту я просто фанат ютюба я смотрю видео круглый день я готовлю смотрю и сижу смотрю я сама разбиваюсь понимаете я могу посмотреть какой-то макияж какой-то девочки которая там на другом концертного шара говорит на другом языке и повторить потом это и попробовать увидеть что-то новое посмотреть на себя другой стороны может быть вам заниматься этим может быть вам надо бьюти каком-то бизнесе быть не может но просто у меня опыта в этом визажистом какие-то я просто считаю что спорт индустрии это тоже в каком-то плане бьюти о безусловно тут поэтому говорить не о чем надо что-то базу надо иметь ну хорошо так вы хотите делать бьюти блог но давно хотите уже камера есть я смотрю youtube наверно года три уже как только канал есть я сделала себе канал и делала баннер не я еще ни одного видео не выложу ну давайте вот что вы уже повесите пару видео когда так выше давайте мы вам сделаем анонс какой-то когда сделаю тогда давайте вот что сделать значит у нас все таки народ смотрит так и а канал у вас есть и вы нас тоже смотрите и вы тогда под вашим видео вот который мы сейчас снимаем вы тогда там пишите отвечайте там людям они что-то будут говорить а вы отвечайте и они тогда будут знать какой у вас канал может они пойдут уже запись потом подпишутся в ожидании о чем будет первое видео я хочу снять про уход за своей кожей потому что когда я приехал в америку у меня случился переворот я понял видео о перевороте в коже связанном с приездом в америку на самом деле мне кажется по уходу за кожей можно снять тысячу видео да кто-то меня послушает может у него схожая ситуация и подчеркнет что-то для себя может быть вы для мужчин что-то для мужчин ну конечно вы за мужем как-то присматриваете вот так сложно косметически присматривать за мужем мне кажется все мужчины считают что они просто перфект и они их все на месте как вы говорите ничего не замазать ничего не пишите женщины просто более митильные именно да да но мне жена говорит вот посмотри на меня она говорит давай мы тебя покрасим вот я говорю да что же меня красить я ж говорю ну как клоун выглядит что же мне под 60 лет что же мне так естественно быть седым-то вот и я как-то от одной этой мысли мне не хорошо делается ну она меня как пупса какого-то там дай бог еще брови попросишь выщипать вообще инфаркт нет нет вообще в общем говорю я вот за своего например скажу может подщипаем чуть-чуть тут там три волосинка ну нет все не мужское это дело именно эти мужественность падает наверное нет но потом уже женаты уже чё я помню на форуме говорим про вес однажды там рассказывает историю женщины ну молодая женщина там где двадцать шесть и у него ребенка года три и она с ним пошла в магазин и она там примеряет то примеряет все там перед зеркалом и трехлетний мальчик интеллектуал он не говорит мама будет он зачем это все ты же уже замужем но понимает один год надо мне моей то же самое сказать это только действительно вот она не что расслабляться нельзя никогда до последнего вздоха надо себя держать форме бегать я всегда очень хотел чтобы мои бабушка и дедушка были такими знаете вот спортивными они какие они нет это не больше меня дедушка в науке бабушка при дедушке и вот значит получается жили были бабы дед дед и баба и значит и были они в науке а дети у них спортсмены надо у меня мама брат он в науке а мама отступила от семейных традиций поэтому ну что же хорошо давайте мы тогда я считаю что такое знакомство с вами ребята получили вот если кто захочет там ваши видео смотреть могут уже сейчас подписаться когда видео появится мы отдельно а вас скажем мне на самом деле конечно интересно показать и вас и вашего мужа и как он будет тут у нас двигаться дальше вот мы ему сегодня резюме справили для рынка уже он в принципе как бы там еще на интершип толком не был вот но он как-то уже рвется в бой и в общем он такой выстрелил боевой да мне его приход пришлось даже сегодня так немножко это при спустить как-то замедлить немножко как-то тоже там впереди паровоза бежит вот потому что как бы у него нет оснований там торопиться там все нормально идет все хорошо идет я думаю у него все здорово получится но интересно что наблюдать вдвоем вдвоем вас можно показать правда еще одно видео новая струя новая струя да всем интересно хотя конечно я вам скажу вот сказать приехал 21 год там вышел на работу хорошо зарабатывает конечно или там 21 год там хорошо выглядит конечно а вот когда вам говоришь вот там женщина там все думают и там 48 а там 72 вот видите моей маме говорит что она моя сестра так что то есть такое на 100 процентов то есть все таки спорт молодит конечно знаете не только внешность а душу как-то вот он делает тебя более активным ты хочешь двигаться двигаться я даже сама замечаю по себе что когда не тренируйся какая-то такая ой дома посижу наверно новый год вот этот который в америке вы явили возможность да но я первые три месяца я не занималась когда мы приехали потому что работа очень тяжелая была я не проснился сон что я разучилась плавать и это меня так смотивировало я думаю все бегу и на следующий день пошла в зал потому что страшный сон ну вот в отношении вашего супруга такой интеллигентный его обидеть легко мне кажется нет но надо беречь свое хозяйство конечно вот как надо беречь мужчину за собой следить надо чтобы муж чтобы интересовался потому что если ты не заинтересовываешь своему же он на тебя уйдет конечно уйдет жена должна быть красивая должна быть под стать мужа правильно а если муж как я хочу целеустремленно успешно чего-то добился а при нем какая-то не поймешь что ну что делать ну да тогда придется новую искать человек строго ну хорошо так выпьем за то чтобы значит мужьям и женам не приходилось искать других именно ладно давайте тогда так помашем ручкой всем скажем пока и до следующих встреч я надеюсь мы еще увидимся с вами а